всем доброго денечка в этом видео пойдет речь про прицеп фургон в котором можно перевозить мототехнику снегоходы квадроциклы и использовать его как временный штаб как временное место проживания на природе вот этот прицеп я засветил наверное где-то прошлой осенью он был без ключей вот в этот раз он с ключами и самое главное что он после глобальной такой модернизации дальнейшей то есть прицепа снастили многими системами пойдемте я вам сейчас о них расскажу итак первое что мы сделали это конечно в передней части разместили огромный рундук в котором располагается множество систем здесь было изначально запасное колесо она перекочевала на правый борт ну давайте тогда по порядку здесь вот обратите внимание появилась вот такая вот вилка розетка вилка но они как мама папа это питание 12 вольт силовое для того чтобы заряжать аккумулятор значит в одном из постов инстаграме подписчики задали чтоб я немножечко подробнее рассказал про зарядное устройство аккумуляторов от генератора соответственно автомобиля в дороге да значит на сегодняшний день мы вот такие вот используем штуки стирлинг power от компании электрофорс в принципе очень интересная вещь в первую очередь тем что у них большая линейка подключаемых аккумуляторов то есть те же агм гель кислотники и в том числе литиоферрумные значит есть разные зарядки их достаточно большое количество я в этом видео о всех не расскажу я только взял две ходовые которые мы используем то есть одна достаточно мощная она соответственно быстро заряжает аккумулятор и используется для этого мощная вот эта вот розетка вилка соответственно с толстым кабелем второе устройство которое я держу в руке она позволяет использовать 13 пиновую розетку 13 штыковую либо две 7 пиновые да то есть соответственно одна идет штатная на светотехнику а вторая используется там соответственно идет плюс от зажигания либо постоянный плюс то есть тонкие провода а уже вот это вот устройство она соответственно заряжает аккумулятор который находится в прицепе и заряжа и питает ваш холодильник то есть если это компрессорный холодильник то принципы проблем нет но она рассчитана даже для абсорбционных то есть как вот в караванах то есть европейские караваны которые изначально оборудованы 13 пиновой розетки как правило эти системы есть а те которые не оборудованы то есть вот можно перейти на 13 пиновые либо еще раз повторю две 7 пиновые поставить этот блок который будет и холодильник дороге 12 вольт и соответственно заряжать аккумулятор эти устройства чуть-чуть послабее ну соответственно подольше будут заряжать аккумулятор но также имеет большое количество подстроек под разные типы аккумуляторов но сейчас вот с вами давайте вскроем упаковочку посмотрим что это из себя представляет тут поле ветер то есть если ориентироваться блок но словно говоря вот моя ладонь достаточно он большой этот блок сейчас значит здесь ребят так немножечко полицезрейте меня удобно было вытащить для вас коробочку значит блок здесь соответственно выбор включение режима здесь видно в какие аккумуляторы вот соответственно все это здесь есть дальше значит инструкция достаточно понятная и красочная сейчас я попробую достать значит здесь уже сразу так сейчас ребят ветер 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 ты могуч ты гоняешься значит все идет какие предохранители что как использовать да здесь есть что как куда подключает все описание да на английском правда но по запросу можно получить русскую инструкцию дальше здесь вот обратите внимание есть схема используем подключение при 13 пиновой до розетки все пожалуйста все очень такое наглядное меню дальше здесь по проводам по цветам тоже пожалуйста все есть все расписано дальше вот здесь обратите внимание 7 пиновая розетка да то есть вот одна вот авто 2 то есть как что подключается тоже пожалуйста все есть ну графики кому это все интересно можно будет более подробно изучить так что устройство интеллектуальное здесь даже есть вот габаритные размеры чтобы его закрепить в нужном месте так что компания электрофорс к вашим услугам надеюсь что вот эта информация она для вас была полезна блоки значит кто сталкивался с дометиков скими блоками я считаю что это вот гораздо дешевле вот этот блок стоит по моему 20 чем-то тысяч там 25 27 тысяч вот рублей и соответственно возможности по заряду больше и соответственно более корректная работа по отношению к аккумулятору так дальше здесь ящик сделан из алюминия из нержавейки вентиляционные отверстия здесь залив топлива для фена дизельного так not канистрочка вентиляция спрятана из нержавейки это же она спрятана вентиляционный ход так здесь но это вот ответная часть уже который владелец на машину поставить здесь дизельный фен стоит по-моему и бешпехер вот обратите внимание здесь уже зарядное устройство более мощное вот и размеры конечно по относительно ладошки ну две мои ладошки вот стоит уже литиоферромный аккумулятор это скажем так ноу-нейм делают гельцы в подмосковье 13.3 зарядка в общем здесь все компактненько сделано это отключение общего плюса это 220 с улицы для того чтобы если вдруг что-то дома можно было зарядить аккумулятор отдельной зарядкой для литиоферромных аккумуляторов так здесь входная розетка 220 вольт но она типовая кемперовская то есть можно генератор подключить и отвести его сторонку соответственно питать все системы дальше прикуриватель юсб на 2 1 ампера на 1 ампер вот и классический разъем так здесь фиксатор двери установлен запасное колесо перенесли на правую сторону в сторону с веса прицеп на пневмо подвески ним подвеска анвир так но этот стояночные упоры алка по поводу подвески во многих видео вы обратили внимание что мы ставим на прицепы живые в основном него для того чтобы и прицеп выше стал и чтобы он не разваливался на российских дорогах а здесь казалось бы на коммерческий прицеп почему нет поясню значит этот прицеп много ездит по грейдерам и соответственно пневмоподвеска вот этот грейдер она очень хорошо проглатывает складывает сглаживает раз второй момент значит ну вот представляете да то есть вы выезжаете куда-то на охоту к примеру да то есть у вас здесь определенный запас воды допустим мототехника бензин вы убиваете зверюшку какую-нибудь большую тяжелую да и соответственно трофей нужно привести на базу там не знаю домой и так далее да то есть соответственно трофей может быть достаточно тяжелый случае с пневмоподвеской в измене мы подкачали подушки прицеп выровнялся и он продолжает ехать с этим грузом комфортно и подвеска также отрабатывает грейдеры и все остальное то есть соответственно следующий раз ну вдруг вам нужно перегнать прицеп пустой куда-то опять пневмоподвеска отрабатывает прицеп не прыгает он опять легко едет пустой то есть пневмоподвеска еще раз повторю что это ваш комфорт на дальние дистанции это сохранность прицепа в целом да ну и возможность подстраиваться под грузы давайте посмотрим сзади значит светодиодную оптику поставили дальше по просьбе владельца поставили вот такие вот рожки они двухсторонние габариты для того чтоб если вот обратите внимание они на уровне зеркал то есть чтоб ему удобно было смотреть на прицеп дальше вот здесь вот габаритные огни стоят тоже в крайней широкой точке то есть это все связано с тем чтобы прицеп было хорошо видно объясню почему потому что ширина прицепа кузова будки 1 и 6 метра 1 6 метр то есть это достаточно узко и прицеп не видно особенно когда ты маневрируешь задним ходом плюс соответственно для безопасности конечно лучше видеть прицеп то есть соответственно вот эти габариты пошире стоят и продублированы сзади дальше еще какая просьба была владельца вот видите сверху стоп-сигналы красные тоже их продублировали это связано с тем что когда едешь по трассе что если какой-то дальнобойщик выходит на обгон или еще что-то чтоб он видел прицеп то есть у него стоп-сигналы были на уровне его примерно глаз это вот как бы такая логика рассуждения заказчик дальше камера стоит заднего вида соответственно она с подсветками со всеми делами провода выведены в дышу спрятаны дальше уже владелец будет подключать сам как ему будет нужно так дальше давайте откинем значит трап широкий то есть здесь может заехать снегоход мотоцикл квадроцикл пол ровный здесь вот используется вот такая вот конструкция откидная вот это для того чтобы иметь возможность заезжать не буксовать не рвать уплотнения ну и соответственно все было аккуратно обратите внимание весь пол зашит алюминием то есть это для того чтобы можно было мыть прицеп то есть то ли это будет техника то ли это стушки что-то там потечет то есть всегда можно помыть будет так по размерам чтобы было пониманием значит вот этот прицеп ну так вот я наверно за сниму он метр восемьдесят высота обычно делается метр шестьдесят то есть метр восемьдесят но я слегка макушкой касаясь я метр восемьдесят три метр шестьдесят это примерно так то есть это достаточно чуть-чуть преклониться то есть за счет этого прицеп будет ниже вот а внутри но здесь не надо будет много долго находиться заехать на мототехнике еще что-то налечь отдохнуть это все будет высоты достаточно так здесь что установили окошки такие точнее не окошки а защиту на окошке то есть это глухая шторка и внизу вот она вытаскивается москитная сетка дальше везде сделано освещение светодиодное люк вставили в крышу который имеет возможность проветриваться соответственно вот у него глухая москитная шторка то есть это будет все обеспечивать комфорт здесь вот есть фиксаторы в разных положений то есть есть при открытое положение соответственно воздух будет выходить входить и при этом дождь не будет попадать то есть благодаря люку окошком здесь можно создать удобный микроклимат а поскольку прицеп он белесый все он не так сильно греется так что еще значит освещение здесь пульт управления бешпехером отопителем дальше стоит инвертор 220 у него есть свой выход юсби также розетка от аккумулятора идет есть 220 с улицы есть и откидная столешница вот именно она сделана сверху вниз потому что если здесь будут какие-то вещи лежать то соответственно столом будет пользу если снизу вверх не удобно и здесь же выведены сопла для и бешпехера то есть одно сопло забирает воздух из салона прогоняет и выдувает сюда уже горячий воздух соответственно что мы видим еще таки важные кольца закладные мульды их так называют рейки с всевозможными фиксаторами но здесь какие-то уже вещи эту владельцами лежат так принципе все наверное весь рассказ такой вот прицеп получился а что хочется еще в итоге сказать многие увидят формы сток и в принципе не ошибутся но этот прицеп производства анвир историческая справка повторюсь что мы давно просто с истоком работаем они для нас делают либо сэндвич панели либо кузова но по документам это прицеп компании анвир в принципе все на этом так что все ссылочки на компанию анвир на контакты обязательно в описании ссылочки на компанию электрофорс который делает и такие вот поставляет на российский рынок правильно скажем замечательные зарядные устройства на самом деле зайдете в магазин электрофорс там много еще интересных вещей помимо зарядных устройств аккумуляторов там много всего связано с лодками и так далее так далее то есть это зайдете по ссылочкам посмотрите все спасибо всего доброго до свидания